Всем привет! В этом видео мы рассмотрим с вами, где драконие стекло, драконие кристаллы, где их брать и новую функцию блокировки. Это быстрый обзор. Итак, драконие стекло можно взять, участвуя в драконьем поле битвы, а также в древнем поле битвы. Также драконие стекло можно взять у торговца, который здесь ходит, продает товарами на верблюде и на корабле. Еще драконие стекло выпадает в событиях, в событиях, еженедельных событиях. Так, в стекло. Перейти в настройку драконьего стекла можно через таверну, либо через нажать на аватар, зайти на свое стекло, то есть нажать ячейку стекла и перейти туда. Так, что у нас есть? Здесь поставлены 5 уровней стекла разного цвета. Чем выше цвет, тем выше атрибуты. То есть зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый и золотой. Самый сильный это золотой, и у него есть тоже 5 уровней. Рассмотрим одно из фиолетовых стекол максимального уровня. Это драконие стекло урожая. Итак, первое драконие стекло урожая нам дает фарм. То есть все атрибуты, которые связаны со сбором ресурсов, производством ресурсов и так далее. Драконие стекло повиновения дает ускорение к обучению. Самостоятельно вы можете посмотреть атрибуты, дополнительный нажав на восклицательный знак. Благодетели дает на медпалатку, на ускорение лечения, скорость вмещения, а также немножко вместимость медпалатки, а также немножко фарма, то есть производительность еды и так далее. Так, драконие стекло защиты, это как ясно совсем при защите увеличивается, в подкреплении увеличивается атака, а также производительные атрибуты. Сейчас мы посмотрим их, где у нас бонус урона, бонус лимит сбора, объем подкрепления. Так, драконие стекло коварства, это защита, это стекло защиты более чем нападение. Так, скорость при атаке, скорость, бонус при атаке, то есть это кольцо для защиты. Так, драконие стекло воевода, это для войны. Естественно, здесь все атрибуты, которые он дает, сделан уклон на атаку. Атаку и защиту. Уработка произвольной атрибуты вы можете видеть здесь. С версии 2.0.18 добавили новую кнопочку блокировку атрибутов стекла. То есть, если вы выбираете, например, вот это стекло первого уровня, нажимаем на обработку. И у нас, как мы видим, по умолчанию у нас стоит производство бифрила. Так, плюс 21%. И мы можем заменить ее на скорость сбора золота. Либо добавить к нему процент. То есть, если нам нужно заменить атрибут, мы просто делаем обработку. Если нам нужно заменить процент, мы замыкаем атрибут, сделаем обработку. Плюс 55% скорости сбора золота. И так далее. После того, как мы закончим, нужно просто нажать клавишу заменить. Вот он. Также стекло можно сбросить. Для этого нужно снять стекло. Если у вас, например, мы сделаем сейчас сброс. Посмотрим количество кристаллов. 104 тысячи. То есть, мы можем переключаться между золотым. Вот он золотой на фарм. Одеть его. И у нас получится атрибут скорость. Дополнительная скорость и производство ресурсов. Скорость сбора и производства. Так, что еще? Также можно сбрасывать его. Так, мы нажимаем снять. Нажимаем сбросить. И можно одеть любой другой. Атрибуты не меняются. Атрибуты сохраняются, какие были изначально. То есть, ничего страшного. Если вы где-то не досчитаете свой кристаллик один, вы можете переключиться и посмотреть. Если где-то у вас установлен, например, какое-нибудь стекло, то у вас внизу появится кнопочка сбросить. Например, в этом случае зеленый. Нажмите сбросить. И вам вернут кристаллы, которые были потрачены на создание стекла. Ну, на этом все. Всем удачи!